привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас будет обзор семян цветов а именно многолетних то есть те которые мы с вами посеем и затем в течение многих-многих сезонов они будут радовать нас своим цветением и нам не нужно будет прилагать каких-то усилий по их повторному новому именно выращиванию то есть все очень просто и доступно вот такие вот многолетники начнем наверное вот с дельфиниума потому как его посев уже смело можно начинать в феврале месяце 7 на рассаду поверхностно никаких особых сложностей посеве дельфиниума нет единственно сейчас как мы только купили семена сразу же мы их должны положить в холодильник тем самым мы сохраним именно их схожесть так как семена дельфиниума не теряет схожесть течение одного сезона здесь написано что год урожая 2020 это самый хороший такие вот срок такой вот именно для лучшего прорастания их цветет дельфиниум две недели первая волна цветения где-то в конце июня начало июля проходит и затем если мы с вами состригем вот эти вот цветоносы отсветшие у нас может повториться цветение в конце августа ну либо в начале сентября то есть возможно две волны цветения бывают дельфиниумы высокорослые около двух метров бывают такие достаточно компактные около одного метра то есть все можно подобрать именно с учетом ваших именно желаний следующие два многолетних вот такие вот это у нас кариопсис и кариопсис красный кариопсис желтый в этом году мы выращивали и один и другой цветут они что касается желтого достаточно продолжительно зацвел именно в первый год соответственно в середине июля и цвел до октября месяца то есть очень долго цвел красивые такие желтые махровые цветы и красный тоже он зацвел немножко пораньше конечно верно в начале июля и цвел но около месяца тоже достаточно продолжительное цветение красный такой достаточно низкорослый такой вот как-то он даже стелется вот так вот вот цветет очень даже красиво а желтый вот у него более такой куст так скажем устойчивый крепкий ну такой как вот как шарик на красный все-таки он немножко так как вложить ложится есть такой стелющийся кариопсис цветет достаточно красиво и в принципе все ли мы его не дома уже в теплицу теплицу посеяли в ящике где-то в конце апреля и никаких особых тоже заморочек с ним нету главное чтобы именно семена попались хорошие сходит астат достаточно хорошо в принципе каких-то сложностей на выращивание нет зимует даже без укрытия и уже на следующий год соответственно цветение должно быть ранее в июне наверное месяце люпин это тоже у нас многолетник в первый год когда мы его 7 он не цветет то есть цветет он цвести будет только во второй год но так в принципе тоже высокий достаточно такие вот кустики около метра именно сам стебель и цветет вот такой вот кистью очень красивый бывают смеси люпинов бывают какие-то люпины одной окраски то есть принципе можно тоже подобрать все исходя из своих желаний зимой достаточно хорошо в принципе приносит как солнечные участки так и растет и в полу тени такой достаточно хороший многолетник его мы сеяли также в теплицу на рассаду в конце апреля и тоже выращивали уже потом вернее высаживали уже в июне месяце когда уйдут возвратные заморозки следующие нас два многолетника вот таких вот это у нас лихнос в первый год лихнос не цветет точно так же то есть все в основном многолетники они в первый год либо зацветают поздно либо вообще не цветут выращивается рассадой также сеяли в апреле конце месяца и высаживали уже в июне в открытый грунт вот этот лихнос достаточно низкорослый то есть вообще он наверно около 20 сантиметров в высоту такие вот у него листочки есть к сожалению на упаковке не показано а цветет вот таким как бы с тоже такими как стрелками такими наверно и такими розовыми цветами есть красный вихнос зимой достаточно хорошо без какого-то дополнительного укрытия просто присыпаем снегом красный такой шарики такие красные шарики цветет тоже очень достаточно продолжительное бывает как бы скажет так вот тоже у него две волны цветения то есть первое отцветают и затем с боков начинают отрастать эти боковые побеги и они также зацветают в принципе можно их потом также срезать эти цветоносы и просто у нас будет такие вот зеленые шарики тоже очень даже красиво и такая вот новинка в этом году это у нас вербаску фиолетовый водопад здесь у нас смесь сортов неприхотливый многолетник не требует также укрытий достаточно у него продолжительное цветение около наверно трех недель на некоторых почему-то сайтах именно в интернете пишут что вообще он цветет с конца июля и до самых заморозков вот везде немножко разные как получится на деле уже узнаем семян достаточно много и в принципе также мы его будем высевать на рассаду скорее всего в соответственно в теплице потому что мне кажется вот именно выращивание многолетника в теплице очень хорошо так как все равно большинство из них не зацветает в первый год и рассады в теплице соответственно закаляется привыкает ко всей этой атмосфере и днем тепло теплицы вечером такая прохлада не соответственно уже затем после высадки рассада не будет никак болеть и и в принципе уже будет подготовлена вот к нашим на сибирской такой погоде когда у нас климат очень неустойчивый температура ночами очень даже такая холодная высотой тут вербаску около метра ну такая вот собраны него цветы в соцветия длиной до 50 сантиметров тоже достаточно неприхотливый очень хороший такой многолетник семян еще раз поставить очень много в некоторых упаковках идет частности вот здесь семян много у лихнеса тоже здесь семян очень много то есть их схожести достаточно хорошие практически стопроцентные то есть можно на садить там вам на на 1 даже пачки если не хотите разные там многолетники может одну пачку купить и насеять очень очень много ну либо с кем-то поделиться там такая выгодная упаковка и здесь еще лежит и пин экстра и пин экстра обязательно нам нужен для дельфиниума когда мы будем сеять дельфиниум соответственно замачивать будем семена в пине и это нам поможет улучшить именно всхожесть семян и сделать эту всхожесть гораздо быстрее чтобы у нас семена прорастали так достаточно быстро течение где-то одной недели либо полторы и дельфиниум начинает уже всходить а затем мы будем присыпать эти семена землей грунтом совсем совсем немного чтобы у нас дополнительные корешки вырастали и в принципе повторюсь что каких-то сложностей на с выращиванием дельфиниума совершенно их нет главное семена купили и сразу положили их в холодильник но в принципе вот такие вот многолетники простые на выращивании не требуют каких-то сверх усилий и будут радовать вас из года в год своим вот этим прекрасным цветением поэтому присмотритесь может быть какой-то из данных многолетников вы будете выращивать именно в этом сезоне либо же уже выращивать тогда поделитесь своим впечатлением но всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на наш канал делитесь видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого-самого наилучшего